Привет, друзья! Ставьте лайк, пишите свой комментарий под видео и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Также подпишитесь на наш телеграм-канал Новости Крипты и Твиттер и регистрируйтесь и торгуйте по нашим ссылкам в описании на биржах для того, чтобы мы для вас стали лучше. Минфин подготовил собственную концепцию регулирования криптовалют в РФ, которая предполагает проведение операций с цифровыми активами через банки, полную идентификацию пользователей и отслеживание транзакций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы письмо ведомства к зампреду правительства Дмитрию Чернышенко. Министерства убеждены, что запретить оборот криптоактивов, как это предлагает ЦБ РФ, невозможно. Это лишь приведет к увеличению доли теневой экономики и росту случаев мошенничества. По данным Минфина, на криптовалютных кошельках граждан РФ находится около 2 триллионов рублей. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы публикуем различные аэродропы, вайт-листы новых проектов и новости из мира криптовалют. А сейчас вернемся к основной теме. Регулирование отрасли же позволит минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях, а также увеличить поступление в бюджет за счет налогов, считают ведомстве. В письме приводится и позиция ФСБ, которая видит возможность создать инструменты для получения данных пользователей от криптобирж и криптообменников, а также легально отслеживать транзакции. Разработка регулирования также позволит прописать арест и контискацию цифровых активов на кошельках. О разработке подобных норм сообщали в Генпрокуратуре. Согласно концепции Минфина, операции с криптовалютами для контроля над ними планируется организовать в рамках банковской инфраструктуры. Для осуществления транзакций физ и юрлица должны будут проходить процедуру идентификации и открывать кошелек через банк. Физлиц предлагают разделить на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Банки, предоставляющие функционал для криптовалютного рынка, должны обладать универсальными лицензиями. Они будут отслеживать операции клиентов на предмет незаконной деятельности, хранить данные о сделках в течение как минимум 5 лет, а также предоставлять данные пользователей регуляторам или правоохранителям по их запросу. Для контроля за транзакциями и выявления связанных с криминалом Минфин предлагают использовать сервис «Прозрачный блокчейн». За образец процедуры полной идентификации клиентов министерство предлагает взять швейцарский сервис «Оксиметрия», собирающий большое количество данных, фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона, банковского счета, даты рождения. Ведомство также хочет отслеживать информацию об устройстве, с которого совершаются транзакции. В документе также предлагают создание операторов обмена цифровых валют, которые могут работать по модели P2P обменника или биржи. Они должны будут зарегистрироваться в реестре Центробанка. Минфин не исключает работу иностранных криптовалютных бирж на российском рынке. Для этого им необходимо будет открыть представительство в РФ и интегрироваться с местными банками. При этом платформы, зарегистрированные в странах с глиготным налоговым режимом или не предусматривающих предоставления данных по финансовым операциям, в России работать не смогут. Регулирование предлагают распределить между ЦБ, Минфином, ФНС, Минцифрой, Генпрокуратурой и Росфинмониторингом. Помимо того, в документе отмечается необходимость определения параметров осуществления добычи криптовалют. Ее ЦБ также предлагал ограничить. Напомним о том, что Минфин разработала собственную концепцию регулирования рынка, ранее заявил глава департамента финансовой политики Иван Чебесков. По словам зампреда Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, ЦБ единственный занимает позицию тотального запрета криптовалют в РФ. Ее не поддерживают ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в силовых ведомствах. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Субтитры создавал DimaTorzok